приветствую всех зрителей и подписчиков канала географ мы с вами продолжаем рубрику топлик без ликвидация топографическая безграмотность сегодня поговорим о том как определять прямоугольные координаты по топографической карте как обычно немножко теории если она вам не интересно перемотайте этот кусок и так основная проблема картографии заключается в том что мы живем на шаре а карта это плоское изображение и нам нужно каким-то образом развернуть объемный шар плоскость карты вот способ развертывания объема в плоскость называется картографической проекции представьте себе если бы надо было вас сфотографировать таким образом чтобы лицо затылок темечка и подбородок были все на одной фотографии естественно что где-то пришлось бы растянуть где-то ужать где-то сковать и так далее были бы явно искажения так и у карты возникают разные искажения для топографических карт очень важно чтобы не было искажений между углами поэтому принимается проекция равноугольная система плоских координат построена в проекции гаусса крюгер в чем ее смысл берут земной шар и делят на дольки такие вот как апельсиновый каждая долька это 6 градусов в результате у нас с вами получается следующее если мы возьмем вот такая осевая часть и каждая вот эта вот долька вот она вот эта вот долька если мы ее развернем будет форме ну вот такой лодочки вот такой лодочки абсцисс обозначается он иксом обратите внимание что x и y отличается в системе координат гаусса крюгера прямоугольных от того что мы привыкли делать в математике а y будет ординат за центр берется так называемый осевой меридиан центром проекции является пересечения осевого меридиана с экватором причем значение на экваторе если мы будем идти к северу будут положительные а если к югу будут отрицательны для того чтобы у нас не возникали плюсы и минусы при движении к востоку и к западу потому что к западу будут минус от востоку плюс в 6 градусной зоне вот здесь ровно 6 градусов гаусса крюгера таких кстати зону на 60 как вы понимаете за севой меридиан выбирается значение 500 500 километров это центр соответственно все что будет идти к западу будет менее 500 а все что к востоку более 500 в прямоугольных координатах еще дополнительно выстраивается так называемая километровая сеть по своему названию понятно что расстояние между квадратами будут ровно километр километровая сеть будет наноситься на карты с масштабом от одного десяти тысячам до одного к пятидесяти тысячам и если масштаб более мелкий однако 100 тысячам то это два километра на карте с масштабом 1 к 200 тысячам это 10 километров у каждой зоны гаусса крюгера вот этой шестиградусной есть свой осевой меридиан чтобы не запутаться в какой вы зоне находитесь они все нумеруются от 1 до 60 начиная с нулевого меридиана и двигаясь к востоку поэтому по значению y будет 1 указана цифра номер зоны гаусса крюкера ну что если в целом более менее понятно давайте переходить к практике на топографической карте имеется сразу несколько систем координат географическая система координат она представлена в виде вот таких вот значений градусов и минут у нас есть отдельный ролик про то как определять географические координаты на топографической карте и система координат прямоугольная она показана вот здесь и главное что мы должны понять что это две разных системы и они не совпадают смотрите внутренняя сторона рамки рассчитана на географическую систему координат тут же на нее рассчитана и вот это вот минутная рамка прямоугольная же система координат с ними совпадать не будут посмотрите как косо идет линия да смотрите она сужается постепенно точно так же происходит и здесь с чем это связано дело в том что у системы гаусса крюгера у нас с вами свой осевой меридиан и все сближается к нему то есть осевой меридиан это ровная линия и экватор это ровная линия а все остальные будут в виде дуги естественно что эти дуги не совпадают с географическими меридианами и параллели но зато в прямоугольной системе координат есть свои определенные бонусы допустим посмотрите квадратная километровая сеть как раз таки будет соответствовать нашим прямоугольным координат само название говорит за себя квадратная километровая каждая сторона такого квадрата в нашем случае будет равна километру но обратите внимание что многое зависит от масштаба нас масштаб 1 к 50000 то есть в одном сантиметре у нас содержится 500 метров и соответственно вот каждая из этих линий будет равна двум сантиметрам на реально распечатанной карте и так первое что мы должны будем с вами запомнить это то что не совпадает географические координаты и прямоугольные координаты что еще важно помнить важно помнить что вертикальные линии они обозначаются как x потому что в математике все наоборот а горизонтальной линии это y надо помнить что здесь будут противоположные от того что мы привыкли видеть в математике давайте с вами попробуем определить географические координаты станции глазова вот здесь центр значка будет точкой определения географических координат начнем с x а значение x а показано вот на этой части на западной части рамки вот и она полная что значит полная смотрите 60 82 а дальше идет 81 80 пропала цифра 60 на самом деле она просто она просто не прописывается для того чтобы не утяжелять нашу карту информации но все мы всегда знаем что в начале это либо на северной части рамки либо на южной пишется цифра 60 естественно она будет меняться 59 61 и так далее по сути дела x показывает расстояние до экватора и если мы будем идти на север то это расстояние будет увеличиваться а если пойдем на юг то она будет уменьшаться поэтому мы смело можем с вами прописать вот значение x а x равен 60 смело записываем теперь давайте смотреть вот здесь у нас наш пункт мы проводим перпендикуляр относительно квадратно километровой сети вот так нам даже и далеко проводить не надо потому что нам достаточно дойти до вот этой части видно что до 82 у нас не дошло то есть это 81 если бы у нас было выше тогда это было 82 до соответственно мы пишем дальше 60 записали пишем 81 а дальше нам нужно сделать следующее нам надо с точностью максимальной измерить расстояние от вот этой части квадратной километровой сети вот она до нашей точки сколько здесь получилось ну где-то здесь пускай это будет около 500 метров сразу переводя то есть здесь у нас ровно километр до квадратной километровой сеть а у нас чуть выше зашло выпускает 550 550 и так значение по иксу у нас будет составлять 60 81 550 обычно x указывается в метрах но вы можете написать обычно это принципе не пишется и 7 так понятно теперь давайте по игреку определим наш координат здесь подобная система 40 308 43 в начале пишется потом уже у нас идут двухзначные числа причем первое число это номер зоны гаусса крюгера а второе это количество километров видно 308 километров 309 310 и так далее она показывает сколько нам нужно идти до осевого меридиана в данном случае если цифры у нас прибавляются и они меньше чем 500 значит мы с вами идем к востоку на осевой меридиан 4 зоны гаусса крюгер мы продолжаем так и записываем сорт 4 зона гаусса крюгера 300 километров до осевого меридиана и начинаем считать вот здесь наш пункт обратите внимание что должно быть параллельно вот этой части и видно что мы с вами не дошли за десятку значит 09 смело можем писать 09 теперь точно так же как по иксу мы с вами вычисляли только теперь нам нужно измерить расстояние вот здесь опять таки вот где-то тут вот половина ну где-то 250 мне кажется 250 метров и вот таким образом мы с вами смогли рассчитать прямоугольные координаты станции глазом надеюсь было понятно если остались еще какие-либо вопросы пишите обязательно их комментарий но на этом я с вами прощаюсь всем счастливо и и Продолжение следует...